Признавайтесь, сколько раз вы уже зашли в закрытые бутики, перемерили все одежды, все костюмы? Во сколько обходится день простой торгового развлекательного центра? Закрылись 212 арендаторов, а всего в торговом комплексе порядка 230 арендаторов. Придет то время, когда можно будет скинуть маски. Даже не могу воспользоваться служебным положением. Как вы думаете, какой будет новая экономическая реальность после пандемии? Восторженные мечты оказаться одной в пустом торговом центре сбылись, но обернулись безумной реальностью. Все оказалось не так радужно, как представлялось. Да и причина пустых холов и запертых бутиков не мой персональный шопинг, а пандемия коронавируса. Съемочная группа РБК отправилась в торгово-развлекательный центр «Аура», чтобы встретиться с его управляющим Евгением Головчаном и узнать экономическую модель пандемии. Сколько стоит день простоя? Кто из арендодателей ушел? Кто остался? И какой будет бизнес-стратегия ТРЦ в новой экономической реальности, которую мы увидим? И увидим ли? Помните свою первую реакцию, когда прошла информация о пандемии, власти объявили о закрытии торговых павильонов? Какова была реакция команды, какие действия были первичными? 18 марта постановление губернатора Новосибирской области ввело режим повышенной готовности на территории Новосибирской области. И, соответственно, этим постановлением были отменены все массовые мероприятия. Ну, естественно, мы, как законопослушная компания, все это исполнила. У нас был запланирован розыгрыш автомобиля и прочих призов в рамках стимулирующей акции. Также у нас в апреле был запланирован день рождения. Ну, для нас дорогой праздник, от которого, кстати, к сожалению, тоже пришлось отказаться. Но, естественно, как команда восприняла? Команда плохо восприняла эту новость, потому что все готовились, придумали какие-то новые идеи, хотели сделать праздник для гостей нашего торгового центра, ну и для жителей Новосибирска в целом. Но, к сожалению, пришлось это все отменить. Также, когда вышло это постановление, мы ввели в действие новый регламент, который определял способы обработки и санитарной обработки общих зон. То есть мы стали обрабатывать все поверхности нашего торгового центра каждый час. Но это касается поручней, поручней эскалаторов, кнопки в лифтах, там столы и стулья на фудкорте, ручки, двери. Ну, короче, все поверхности, с которыми может быть контакт у посетителей. И с того момента мы, вся управляющая компания наша, начала использовать маски, хотя на тот момент такого обязательного требования не было. Но мы сразу предприняли эти все меры дополнительной безопасности. 27 марта вышло новое постановление, которое уже рекомендовало приостановить работу торговых центров, кроме находящихся в них аптек и предприятий розничной торговли, осуществляющих именно продажу продовольственных товаров. После принятия решения, что мы закрываем торговый центр, у нас 30 марта закрылись 212 арендаторов, а всего в торговом комплексе на тот момент работало порядка 230 арендаторов. Во сколько обходится день простой торгового развлекательного центра? Ну, это, конечно, сложно посчитать. Помимо того, что в данный момент торговый центр несет колоссальные убытки, то же самое же происходит и у наших арендаторов, у поставщиков наших арендаторов, логистические компании, которые осуществляют доставку для наших арендаторов, то есть производители товаров Российской Федерации, которые в этой цепочке участвовали. То есть также несут убытки серьезные компании, которые обслуживают торговый центр, клининговая компания, охранные предприятия, эксплуатирующая компания, строители, которые большой объем работ на нашем торговом центре производили, а также у наших арендаторов. Поэтому все это сейчас остановлено. Ну и по моим оценкам, я думаю, что совокупные убытки составляют десятки миллионов рублей в день. Какие меры Аура предприняла в первую очередь, кроме установки санитайзера, тепловизора? Может быть, ввела доставку на определенные категории товаров? Ну, в части доставки занимаются этим арендаторы. То есть постановление правительства Российской Федерации в этот период разрешило работу онлайн-торговли в части как продуктовых товаров, так и непродовольственных товаров. Поэтому арендаторы этим пользуются. Но, как правило, арендаторы федерального уровня, у которых на тот момент, до введения ограничительных мер, уже были какие-то системы работы в интернет-продажах. Но, к сожалению, таких арендаторов не так много, но они есть, и мы оказываем, естественно, всяческую помощь, чтобы они могли осуществлять деятельность в таком формате. А в части мер безопасности, ну, как я уже говорил, мы производим дополнительную дезинфекцию помещений и общих зон. Ну, естественно, санитайзеры – это обработка рук, это самый важный момент сейчас. У тех арендаторов, которые работают, уже нанесена разметка, которая предписывает соблюдать социальную дистанцию полтора метра. И мы планируем, когда полноценно откроемся, сделать это в полном масштабе. Значит, естественно, персонал весь у нас ходит в масках, так как есть постановление правительства Новосибирской области на этот счет. Если наши гости все-таки пришли без масок в торговый центр, мы, чтобы они могли исполнить, собственно, постановление правительства, мы на входной группе установили вендинговый аппарат и киосок, где можно эти маски приобрести, чтобы, собственно, обезопасить себя, находясь в торговом центре. – Признавайтесь, сколько раз вы уже зашли в закрытые бутики, перемерили все одежды, все костюмы, что-то себе оставили так по-тихому, чтобы потом вернуть? – Ну, я каждую ночь это делаю, в каждый магазин с закрытой захожу, беру одежду, ночью в ней хожу, а утром возвращаюсь себе, ничего не оставляю. Ну, это, конечно, шутка была, и, естественно, хочется, чтобы все все-таки магазины открылись полноценные, чтобы каждый наш гость мог приобрести себе то, что ему по душе, поэтому, конечно, хочется, чтобы максимально быстро торговый центр открылся. – Вот такая бы, я думаю, кепочка вам сиреневая пошла бы на деловые переговоры, в принципе, да? – В принципе, да, курточка, ничего. – Да, клиентов встречать, бизнес-завтраки проводить. – Давайте поговорим о команде, какая часть коллектива переведена на удаленную работу, и рассматриваете ли вы такой формат и дальше? Может быть, кадры работают эффективно из дома точно так же, и вы их отправите туда насовсем? – Ну, как я уже говорил, когда торговый центр перевели в режим ограниченной функциональности, и, соответственно, с этого же момента вся команда управляющей компанией перейдена была на удаленный режим, были определены дежурные, которые очно, ежедневно находятся, это один человек ежедневно приходит на работу, контролирует работу служб, ну, реагирует на проблемы. В принципе, в части вопроса, целесообразно ли, ну, продолжать такой формат, ну, я думаю, что, как бы, должна быть какая-то экономическая целесообразность в этом, ну, например, как правило, если происходит, там, экономия на аренде офисных помещений, да, или, например, если работодатель оплачивает какие-то транспортные расходы сотруднику, да, там, логистические, и у нас офисы свои, как бы, компенсации каких-то за транспортных и логистических затрат у нас нет, поэтому я считаю, что в ближайшее время мы не планируем переводить в какие-то отдельные категории сотрудников, работав в таком формате, но тем более некоторые, большая часть сотрудников, она ориентирована на эксплуатацию торгового центра. Эксплуатация, она, возможно, управление эксплуатацией с помощью, там, двух систем. Это какие-то электронные системы, которые, там, оснащены датчики, где мы можем видеть состояние этих систем, либо глаза, ну, то есть других вариантов нет. Соответственно, удаленно наблюдать за работой торгового центра или оборудования, ну, проблематично. Как вы думаете, какой будет новая экономическая реальность после пандемии? Народ побежит тратить деньги оффлайн, потому что изголодался по покупкам, и это будет своего рода терапия, или наоборот будет считать каждый рубль? Ну, я думаю, что выход из этой ситуации будет небыстрый, то есть и снятие ограничительных мер, оно тоже будет не одномоментно носить какой-то поэтапный, постепенный характер. И надо не забывать, что, как бы, все отрасли экономики и Новосибирской области, и в России, да и в мире в целом столкнулись с этой проблемой. И не исключено, наверное, так и есть, что очень большое количество наших гостей столкнулось с резким снижением своих доходов, да, там, а некоторые вообще могли потерять работу. Поэтому думаю, что каких-то, какие-то спонтанные покупки, конечно, будут, но они не будут носить там массовый характер. Не бездумные. Да, то есть я думаю, что, в принципе, люди будут покупать только то, что действительно необходимо в данный момент, исходя из того. А восстановление будет очень долгим, я думаю. Евгений Петрович, а у меня здесь несколько дел появилось срочных. Я могу на секундочку зайти и аккуратно выйти? Нет, конечно, вы можете зайти, но не сегодня. Тогда, когда наш торговый центр откроется, добро пожаловать в любые магазины. Даже не могу воспользоваться служебным положением. Что изменит эта история с пандемией, с карантином в вашей работе? Изменится ли бизнес-мотель, стратегия? Может быть, у вас уже выработался антикризисный план выхода из этой ситуации? Как сейчас понятно, самый основной тренд – это усиление эпидемиологической безопасности торгового центра. Да, это сейчас на данный момент самое важное. То есть мы, естественно, уже про это говорили, про соблюдение всех норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Это самые первоочередные меры, там, социальная дистанция, дополнительные санитайзеры, разметка у наших арендаторов, которая определяет там социальную дистанцию. А вам не кажется, что будет обратный эффект? Все соскучатся по скоплению народа, будут друг друга трогать, обнимать, бежать навстречу. Не будет ли такого эффекта? Или все-таки мы будем настороженными до конца нашей жизни и недоверчиво относиться к человеку без средств самозащиты? Нет, я думаю, этот период пройдет в любом случае. Маски – это не на всю жизнь. Поэтому, конечно, через какое-то время это все забудется и будет вспоминаться так, как страшный сон, я не знаю. Но я не думаю, что это на всю жизнь, поэтому нет, так я не думаю. Как вы думаете, в масштабах человечности чему у нас научила или научит эта история с пандемией? Надо беречь себя до своих близких, то есть относиться к этой ситуации рационально, разумно. Ну, если специалисты, эксперты нам рекомендуют какие-то определенные мероприятия производить, надо не игнорировать это и, собственно, соблюдать эти правила. И тогда выход из этого режима будет более быстрый. Если все одновременно бы соблюдали это, а не игнорировали, то этот период, соответственно, был бы меньше. Поэтому это на благо всем и, наконец-то, придет то время, когда можно будет скинуть маски и спокойно вздохнуть в торговом центре и на улице. Поэтому я думаю, что, ну, по крайней мере, вот эти обстоятельства, они на данный момент важны. Что ж, мы тоже, в свою очередь, надеемся, когда же настанет тот самый момент, когда можно будет скинуть маски и побежать с попкорном в кинотеатр и, наверное, насладиться каждым моментом, проведенным в обществе друг друга. Спасибо вам большое, Евгений Петрович, за интервью. Спасибо большое. Что ж, ждите нас и нашу команду у вас в торгово-развлекательном центре. Очень будем рады. Можете вспомнить первую ассоциацию с книгой или фильмом о таком сценарии, когда время замерло? Может быть, лонгольеры, затерянные во времени, заражение, могла, что-нибудь такое. Я легенда. Нет, я как бы об этом не думал, никаких ассоциаций ни с чем у меня не было. Сейчас главная задача – это спасти торговый центр, спасти команду, помочь нашим арендаторам, чтобы все восстановилось. Поэтому про фильмы я не думал и не про книги. Субтитры подогнал «Симон»